Знаете, вот что хотел бы вас спросить. Вы совершенно правильно сказали, что Феликс – это феномен, который нельзя разгадать, и в основе искусства лежит человек и личность. И в этом смысле вы будете говорить о Феликсе. А я хотел бы вот что сказать. Не кажется ли вам, что это всё-таки феномен нашего искусства и это национальное достояние сегодняшней России? Безусловно, Артём, безусловно. Здесь никаких у меня недомов, сомнений быть не может. Безусловно, я это хочу подчеркнуть и ответить на ваш вопрос. У нас очень, очень достоинство, достоинство такой личности, его творчества, его вершин творческих и его потенциала. Остающегося ещё впереди. Я предполагаю, что то, что сегодня мы видим и наблюдаем в творчестве Феликса – это не весь потенциал. Потенциал у него, на мой взгляд, ещё впереди. И дай Бог, дай Бог, чтобы Феликс, Феликс не разочаровал ни себя прежде всего, как большого автора, ни наших, ни нас, как поклонников его искусства. Как вам кажется, мы имеем право сейчас в лицо человеку говорить, что он достоин самых высших? Безусловно. Безусловно. Я думаю, что это придаст ему новые силы, вдохновение, уверенность. Хотя, вы знаете что? Я давно знаю Феликса, ему не нужны дополнительные какие-то эпитеты, высокие оценки. У него достаточная самооценка. Это очень важно художнику. Черпать внутри себя силы творческие. Вы думаете, он не нуждается в наших похвалах? Вы знаете, ему это не лишнее будет, не лишнее. Но я не ошибусь, если скажу, что Феликс, вот на протяжении не одного десятка лет, который я с ним общался, вот, вы знаете, что он человек без ложных таких оценок, он себе знает оценку. Знает, но тем не менее, то, что мы скажем ему, это не будет лишним. Это природа человека. Природа человека слышать отзвук. Отзвук. Эхо. Вот это эхо, которое до него должно дойти. Наше слово как эхо. Эхо.